Охота позволяет контролировать популяцию диких животных. Это необходимо в том числе и для предотвращения угрозы распространения особо опасных инфекционных заболеваний. Так, например, в 2020 и 2021 годах на территории Самарской области были зафиксированы вспышки африканской чумы свиней, которые, конечно, не обошли стороной кабанов. От африканской чумы свиней животное гибнет за 3-5 дней. Вылечить его невозможно. Высокая численность кабанов ускоряет распространение этой инфекции. Таким образом, может погибнуть вся популяция. Единственное, что можно сделать для предотвращения распространения болезни – снизить численность. Тут-то на помощь природе и приходят охотники. По результатам учета, проведенного Департаментом охоты и руболовства Самарской области, сейчас в регионе 407 кабанов. Снижение их численности позволило стабилизировать ситуацию и отменить режим чрезвычайной ситуации по АЧС. Тем не менее, учитывая высокую плодовитость этого животного, опасений, что вид полностью исчезнет – нет. Охота на кабана издревле считается делом непростым и очень опасным. В первую очередь, это связано с тем, что у животного прекрасный слух, и в случае опасности он может напасть из-под тяжка. Существует два популярных вида охоты на кабанов – коллективная, когда загонщики направляют животное в сторону стрелков, и охота с вышки, когда животное выходит на место при кормке. Коллективная охота, говорят знатоки, в разы активнее и увлекательнее. Но и готовиться к ней придется серьезно, особое внимание уделяя безопасности участников. Во-первых, с оружием надо обращаться так, как будто оно всегда заряжено. Ни в коем случае не направлять его в сторону людей. Ни в коем случае нельзя стрелять по неясновидимой цели, то есть на шум, на шорох. То есть четко идентифицировали цель, определили, что это животное. Тогда только можно стрелять. Нельзя стрелять вдоль стрелковой линии. Обязательно, и это тоже правилами охоты установлено. Необходимо носить специальную сигнальную одежду. Охота на вепре – одна из наиболее популярных в Самарской области. Поймать осторожного и крупного зверя – это не только большая удача, но и показатель охотничьего мастерства. Ведь любую добычу для начала нужно выследить. Зимой проще, по следам. Летом тяжело, потому что сейчас все в лесу, трава высокая. То есть, если даже он, кабан пробежит, метров десяти, ты можешь его просто не заметить из-за травы, из-за высокой. Кабан считается предком свиньи. Однако, в отличие от домашнего животного, дикий зверь прекрасно защищен от недоброжелателей. От природы ему досталось два крупных бивня, толстая шкура и мощный скелет. Взрослый особь может достигать 300 килограммов. И в случае добычи крупного животного память о таком трофее останется у охотника на всю жизнь. Александра Гусева, Максим Гусев. События. Меня пройдет.